В итальянских магазинах на чеках пишут «Аревидерчи и Граци». До встречи, увидимся и спасибо. Я прочитала блогом, и там будут такие вкрапления. Это в основном какие-то цитаты или истории. Где найти тебя? На детской площадке, сидящего в телефоне, пока скрипят под дочерью качели. Вот лапы голубя, идущего из лужи. Вот снег, пришедший навсегда. Когда примечу взгляд, он ничего не значит. Я встану и пойду, куда хотела. Теперь купальня станет снова купальней. Чуть позднее, когда наступит тепло и все зазеленеет, ты будешь лежать на нагретых солнцем мостках и слушать, как волны прещутся о берег. Почему ты не говорила мне этого зимой? Вышло к реке и холодно. Вышло, дрожат коленки. Не знаю, зачем идти. Маршрут вроде хороший. Кругом чужая весна. Целовала актера, не выходя из зала. Я привезла тебе сердце. Такой католики крепят к святому, свидетельствовать о чуде. Я также настучала кучу стихов. Можете мне поверить, стихотворство — не пустое занятие. Оно помогает окончательно не сбрендить. Господь ищет меня с фонарем. Только кажется, что уворачиваюсь. Стою на мосту, вода подо мной. Не знаю, как жить. Дождусь. Обязательно. Розовеет небо платьем Мадонны. Каждый шаг осмысленный, выдан вон. Мы пойдем, посмотрим. Мы поплывем. Очень счастливо. Очень быстро. Отличный лузон. Вообще классно. Я помню. Это отлично, отлично. Не надо. Вообще супер. Жизнь. Сама того не заметив, я ныряю в пучину не тяжелой, но затяжной болезни. Это не депрессия. Скорее я подпала под обаяние меланхолии. Кручу ее в руке, словно маленькую планету. Невероятно голубую. С прожилками теней. Самовыживание из себя. Пустыня относится к экстремальным ландшафтам. Кофе, который мы заказывали, именно его и нет. В каком районе Зябликва? В никуда? Прекрати самореализацию. Прекрати самостоятельность. Обопритесь. Куда вы претесь? И от чего? Бесконечная череда вопросов. Хочется прислониться? Хочется опериться? Что-что? Где мой Зяблик? Где мое солнце? Цок-цок к облочке. Я не знаю. Он свернул листы с законченной работой и засунул в пневматическую трубку. Прошло восемь минут. Он поправил очки, вздохнул и притянул к себе новую стопку заданий, на которой лежал тот листок. Расправил листок. Крупным неустоявшимся почерком там было написано «Я вас люблю». Глядел и думал. Чудо-юдо. Гвоздя не забить. Вокруг головы цветочная трельф. Искры всюду. Ты-то сам хорош. Дом посреди долины. Упади, отпей. Заболтай, шалтай. И едва колено просунешь. Вот стоят они, улыбаются. Никуда не деваются. Одеваются. То знаешь, что в таком разе вместо долготы дней тебе будет дана их глубина. Нарождаемся? Наряждаюсь. И ты тогда наряждайся. А может, не надо нам нареждаться? Будем улыбаться, играться, влетать на Коломенской. Когда нарождаешься, то и наряждаешься. А в раю не так. У того, кто сидел в засаде, бледные носы слепаются глаза. У того, кто сидел в засаде, белые лапки. О, почему я не поэт? О, почему ничего не складывается? Я вчера сидел в засаде, а сегодня у меня белые лапки. Это стихотворение облюбленной девочки, сидящей внутри, которые не дают быстро осуществить свои желания. Можно также перетолковать, как то, что сегодня жив, завтра помер, или если будешь увлекаться суетным, превратишься в кота. Я счастлив, я счастлив, даже когда говорю ей, пожалуйста, не кричи, я не глухой. Могла бы всю жизнь прожить, держа тебя за пальцем ноги. Тебе будет удобно ходить, а мне проживать, иногда наклонившись к твоей ступне, иногда поднимая тебя на небо, иногда просто глядя и понимая. Судьба другая, и не нужна мне. Уличный продавец навязчиво предлагает купить розу для дамы. Family, family, семья, семья, смахивается покупателем. Люди заводят кошку, чтобы думать, потерплю немножко. Люди заводят детей и мужа, чтобы говорить, никому не нужен. А когда наступает утро, они снова светлые и взгляд их мудрый наполняют Вселенную точками, которые ночью покажутся звездами жителям мегаполисов. Дон паник, апокалиптика, все дела. Объявление. Данте, рай. До 9 апреля выход... Ой, извините. Объявление. Данте, рай. До 9 апреля вход свободен. Дождитесь сигнала зеленого индикатора. Прозвучит фраза «Господи, не обращайте внимания, это не вам». Говорите спокойно, взвешивая паузу, жестикулировать бесполезно. Вагон остановится, поезд проедет. Начнется то, что отложено. Если не дергаться, вполне безболезно. А вы думали, почему гроза? Потому что женщина. Твой друг я. Запуганный, нервный, ненужный. Ни за что не скажу ни единого слова. Но когда репродуктор объявит, что цветы пролетают над домом, я как ты. Не уйду, не уйду и не спрячусь. Но уже больше концов имя его равно длинной поэме. Вчера на лестнице с таким человеком разговорилась, перед которым выдумывать стыдно. Истории детские стараешься рассказать точнее, хотя звучат не так интересно. Он веселый и беззащитный. Понимаешь, говорит, тебе грустить незачем. Я, бывает, пою башлочевую, хочу, чтобы легче кому-нибудь стало. А это ты на меня смотришь, раненая и смешная. Никогда по утрам не думай, что жить неохота. Ладно? А я смотрю на него и чувствую. Все-таки святость такая искренность. Стоит человек перед Богом и на тебя смотрит. В руках сигареты, квартира напротив, а никого нету ближе. И вы какие-нибудь медвежонок и ежик на ступеньке-заваленке замолчали, и звезды видите. Светит через окно в подъезде, не облетевший листя веток, сквозь московское отчуждение. Переведенное на русский язык как суета слово «хавель» имеет и другие значения. Пар, вздох. Это слово употребляется в тексте более 30 раз. Настолько емко и точно оно передает основную тональность авторских размышлений, земное счастье и благополучие, все самые значительные и животрепещущие вопросы человеческого бытия и даже человеческая мудрость все тахавель, пар, дуновение, чита. Внутри каждого из нас есть настоящее, что соединяет нас с безвременным чудом подлинного существования. Благовещение как раз об этом. Господь ближе некуда. Спасибо. Спасибо.